Далее к новостям города и республики. Очередной обвал грунта произошел в центре Уфы. На этот раз асфальт провалился возле многоэтажного дома по улице Цурюпа. Причиной ЧП стали обильные дожди. Вода размыла участок дороги, после чего и произошел обвал. На месте уже проводятся восстановительные работы. В течение двух-трех дней они будут завершены. Дорогу укрепят металлическими трубами, затем участок запетонируют и положат асфальт. Как уверяет застройщик, угрозы для строений нет. Но пока наша съемочная группа находилась на месте ЧП, к нам обратили жители близлежащих частных домов. По их словам, из-за строительства страдает их жилье и участки. У одних в саду образовалось целое болото, а у других многоквартирный дом растет прямо рядом с забором. Такого еще не было никогда. Уже в это время и помидоры сажала, томаты и огурцы. Все было. Сейчас на месте огорода, болота. Со слов женщины, из-за сильных дождей и построенного рядом многоэтажного дома, вода стекается и застаивается на ее участке. Раньше там был сток, по которому бежали ручни, но теперь им преграждает путь дом с парковкой. По словам хозяйки, застройщик обещал поднять участок, отсыпав его гравием и землей. Но затем сроки перенесли. Сейчас решается вопрос установки бордюров. Вы же нам не дали поребрики сделать. Вы сюда перенесли самовольно забор. Я не самовольно. Я так, как написано у меня по этому, по плану и по свидетельству о собственности. Она не дала нам делать поребрики. Там стоял забор. Она ее перенесли на полтора метра в сторону дороги. Мы даже полностью дорогу в ширину не сделали. Через дорогу от Надежды Сергеевны строится еще один многоэтажный дом. По соседству стоит дом Сергея Овчинникова. Мужчина недоволен строительством многоэтажки рядом с его участком. Вот кран, вот, смотри, вот забор, вон, белый забор, вот кран. В каске ходить, что ли, мне картошку окучивать? Застройщик предлагал Сергею переехать, но со слов мужчины, если бы он согласился, ему пришлось бы делать это дважды. Сначала во временное жилье, а после в новую квартиру. Также переселиться предлагали и Надежда Сергеевна. Но пенсионерка отказалась. Хотя в администрации района нам сказали, что дома все равно планируют расселять. А на их месте строить социально важные объекты. Должна вот дальше идти школа строиться. Значит, далее спортивная площадка. Поэтому она это все, то, что говорит, это там действительно, она под снос. В таких случаях стоит обращаться в администрацию и в первую очередь узнать о планах по застройке территории. Особенно, если ваша собственность находится в центре города. А смогут ли договориться жители этих частных домов и застройщик, пока неизвестно. Ростянурешев, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ.